Уважаемый Александр, уважаемые господа председательствующие, дамы и господа, в первую очередь, огромное спасибо за любезнейшее приглашение выступить сегодня здесь. И как, собственно, было уже объявлено, я являюсь по своему образованию медицинским онкологом, я работаю в Вене, и мой основной фокус терапии – это саркомы костей и мягких тканей. Достаточно часто я начинаю вот с этого насыщенного слайда, потому что это, собственно, визуализирует всю ту сложность орфанных заболеваний, в частности, саркомы костей и мягких тканей. Поэтому одна из основных проблем здесь – это то, что заболевание само по себе является крайне гидрогенным. То есть, соответственно, мы должны понять, какой тип мы едем по гистологии, с чем мы сталкиваемся, что за образец, какой тип гистологической картины мы разбираем, с чем мы имеем дело. Ну, например, ангиосаркомы. Допустим, ангиосаркомы, в частности, я работаю с токсанами, не с доксорубицином, не с эфосфамидом. Затем есть другие составляющие, где химиотерапия просто бесполезна вообще. Допустим, ЭСПС, в частности, альвеолярная мягкотканная саркома. То есть, мы даже и не думаем о том, чтобы назначить там химиотерапию, потому что данные составляющие отличают только на ингибиторе тирозинкиназ. Ну и, наконец, когда мы говорим о теме сегодняшнего дня, а это липосаркомы, в частности, да, там есть три подсоставляющие липосаркомы, как вы знаете. Одна – так называемый миксоидный вариант липосаркомы. Вторая – это хорошо дифференцированные или дедифференцированные липосаркомы. И, наконец, третья – это плеаморфные липосаркомы. Поэтому вопрос, разные ли они? Да, они разные, это имеет большое значение. Потому что, например, для дедифференцированных и плеаморфных вариантов липосарком я скорее выберу элебулин, а для миксоидных вариантов я скорее выберу тробексидин или лучевую терапию. То есть, на самом деле, это соответствует тому, что показывает гистология. Гистология имеет большое значение. Для того, чтобы дифференцировать между двумя, тремя гистологическими картинами – вам нужна иммуногистохимия, морфологический анализ, включая также и молекулярную патологию, которая необходима в данном случае. В частности, мы знаем, что миксоидные липосаркомы – это саркомы, связанные с транслокациями. И, кроме того, их можно выявить хорошим, доброкачественным образом, если выявляется работа после янио, job fusion, так называемая. Затем, хорошо дифференцированные и дедифференцированные липосаркомы – это состояние, где, например, CDK4 и MPO-Core амплификация наблюдаются для того, чтобы действительно точно и аккуратно оценить состояние пациента и поставить диагноз хорошо дифференцированной или дедифференцированные липосаркомы. С левой стороны на этом слайде вы видите препараты, которые доступны для системной терапии или пероральной терапии. Сарком – это было 10-12 лет назад. С правой стороны, соответственно, у вас есть огромный список возможностей, терапевтических возможностей, которые доступны сейчас. То есть помимо доксирубицина, помимо и фосфамида, помимо ирибулина, помимо тербектидина, помимо новых антител, которые существуют, которые появились, так сказать, в прошлые годы, в частности, аллоратумап и его комбинация с доксирубицином. И, кроме того, вы видите и список гистологических, специфических вариантов терапии, как, собственно, я ранее говорил о левиолярной мягкотканной саркоме. Да, здесь нужны ингибиторы тирозинкинасты, никак по-другому. СFT, в частности, так называемые солидные фиброзные опухоли, и фосфамид бесполезен, доксирубицин бесполезен. Это, если есть, то нужна необходима в данном случае комбинация бивоцезумаба и демедая. Синавиальные саркомы, например, да, это состояние, которое, как мы знаем, получают преимущество от хорошей дозы фосфамида. Поэтому, что я хочу подчеркнуть, еще раз отметить, что гистология имеет значение, огромное значение для того, чтобы правильно выбрать вариант терапии для соответствующего типа и субгистологии саркомы. Достаточно часто мы используем вот этот алгоритм. То есть это серьезные вещи для крупных органов, таких как простата, легкая и так далее. Но, понимаете, для легкотканных сарком вряд ли это возможно сделать. Можно, конечно, упростить и представить его вот так. Итак, возьмем вместе все гистологии. Возможно, половина пациентов у нас будет излечена резекцией, а вот вторая половина, которой не повезло, она срецидивирует в конечном итоге. И если мы опять сольем вместе все гистологии, то в конечном итоге это суммируемый слайд, 50 на 50 примерно так, да. И вот из этого примерно 10% также будут подходящими для легочной метастазоктомии. Мы будем вырезать метастазы, а остальные будут подходить для системной терапии. То есть это может быть доксорубицин, практически все, изофосфамид, комбинации, или так, или ся. Затем вторая линия, опять же, может быть такая же, и третья представлена здесь. Однако, увы, это не работает. Увы, это не работает. Как я уже ранее упомянул, например, лиомиусаркомы, с моей точки зрения, не получают никаких преимуществ от ифосфамида, вообще никаких. Вы можете просто его сразу исключить, ифосфамид, из этой терапии. Еще одна составляющая – это липосаркомы, да. Вопрос какой? А что это? Скорее, дедифференцированная часть, или наоборот, это хорошо дифференцированная. Если это дедифференцированная, то, возможно, ифосфамид здесь сыграет свою роль до того, как вы назначите рибулин. Но для хорошо дифференцированного состояния они вообще не будут отвечать на ифосфамид, вообще не будут. Давайте перейдем теперь к мексоидному типу. Смотрите, здесь перед вами мой выбор будет лучевая. Лучевая, потому что они очень чувствительны к лучевой терапии. Или же, если органсохраняющая терапия не может быть применена, или же чувствительна к терабектидину. То есть, опять же, гистология имеет огромное значение. И я считаю, что если гистология выполнена четко, тщательно, профессионально, то тогда, наверное, наиболее ценным вариантом терапии может быть тот, который вы выберете. Новые препараты, новые возможности. Итак, рибулин. Я уже сегодня его упоминал, и мне кажется, уже как год он у вас зарегистрирован по этому показанию. И помимо, скажем так, классического антимикротубулинового ингубирования, да, помните, полимеризация, которая достигается, и достигается определенное ингибирование. Есть и другой механизм действия, который был исследован, и который оценивался сначала на мышиных моделях, на клеточных моделях и так далее. И это фактически повторное использование эффекта гипоксии. Как вы видите, эпителиальный мезонимальный переход очень изменяется в этом случае. То есть, фактически, кровоток опухоли нарушается. И фактически это связано, этот механизм действия, как предполагается, как минимум, да, что он отсрочивает стабилизацию, разрушение, и это наблюдается достаточно часто. Итак, регистрационное исследование по рибулину по данному показанию представлено здесь. Итак, это данное исследование, которое было представлено уже два года назад на Конгрессе АСКО в 2015 году. Это прямое сравнение рибулина с дакарбазином, вот в рандомизации один к одному, к так называемым L-саркомам. L- это означает леомиосаркомы и липосаркомы, L-саркомы. То есть, липосаркомы и леомиосаркомы были включены в это исследование. И это было прямое сравнительное исследование, которое было статистически нацелено на общую выживаемость, и пациенты должны были быть предлечены как минимум двумя предшествующими линиями системной терапии. Первичная и конечная точка для всей популяции была достигнута, то есть это положительное исследование, общая выживаемость оказалась статистически значимо пролонгирована на фоне рибулина по сравнению с дакарбазином в общей популяции, во всей популяции, потому что до этого, я вам сказала, это были и леомиосаркомы, и липосаркомы включены, да. Выживаемость без прогрессирования ВБП практически совпадала, в общем, примерно одно и то же. В данном случае преимущество выживаемости без прогрессирования никаких мы и не увидели. Они были одинаковые с рибулином и дакарбазином. В заранее запланированном анализе по подгруппам я хочу обратить ваше внимание, в частности на разницу по влиянию на леомиосаркомы по сравнению с адипоцитными, то есть липосаркомами, ADI, адипоцитными. И видите, смотрите, что разница в общей выживаемости довольно большая между адипоцитными вариантами и в леомиосаркомах, а это было не так выражено. То есть это означает, то есть небольшое пролонгирование общей выживаемости было разбавлено пациентами с леомиосаркомой, которые не получили таких преимуществ. И поэтому мы видим, что две трети пациентов, включенных в это исследование, имели гистологию леомиосаркомы, и всего лишь одна треть имела липосаркомы. И именно поэтому, когда я говорила сейчас об общей выживаемости, то по липосаркомам, если мы отдельно их возьмем, смотрите, это огромная разница именно в пользу эребулина. То есть общая выживаемость под группой липосарком была пролонгирована более чем практически в два раза именно в пользу эребулина по сравнению с докарбазином. И далее, когда мы смотрим на различные подтипы адипоцитных вариантов саркомы, как я уже говорила ранее, да, в частности есть дедифференцированные липосаркомы, миксоидные липосаркомы и плеоморфные липосаркомы, то мы видим с вами, что отношение шансов однозначно показывает преимущество эребулина по всем трем различным подтипам. И огромная степень преимуществ была достигнута именно по плеоморфным липосаркомам и по дедифференцированным липосаркомам. Ну, я думаю, что вы видите эту степень преимуществ, она видна невооруженным взглядом, и она, очевидно, самая большая. И когда мы говорим с вами о выживаемости без прогрессирования, потому что ранее я уже вам упоминал, видите, я уже почти русский выучил. Итак, пролонгирование выживаемости без прогрессирования, которое не было отмечено в совместном пуле пациентов плею и липомиосаркомам. Но когда мы оценили этот эффект отдельно по липосаркомам, то мы увидели пролонгирование и выживаемость без прогрессирования также. Еще один препарат, который был зарегистрирован, скажем так, во второй или более поздних линиях метастатических сарком, это тробектидин. И вы, скорее всего, знаете уже об этом. И перед вами регистрационное исследование, которое было проведено в США. Итак, опять же, это были эль-саркомы, которые были включены, то есть липо- и лиомиосаркомы, которые были включены. Это, опять же, прямое сравнительное исследование тробектидина по сравнению с декорбозином. И, опять же, статистически нацелено на общую выживаемость, жесткую конечную точку. То есть так же, как и с исследованием Варибулиния, в исследовании по тробектидине первичная конечная точка была задумана как общая выживаемость. В исследовании по тробектидину первичная конечная точка не была достигнута, то есть общая выживаемость не была пролонгирована, Но вторая конечная точка выжимаемости без прогрессирования оказалась достигнутой, пролонгировалась выжимаемость без прогрессирования у пациентов на фоне трабектидина, и это привело к регистрации данного препарата в США по показанию. И когда я говорю о гальность по подгруппам, смотрите, посмотрим на разницу по эффективности воздействия на Л-саркомы, то есть леомиозаркомы и липосаркомы, то мы видим с вами отношение шансов ниже одного и не пересекает вертикальной линии, то есть верхний предел доверительного дрова не пересекает вертикальную линию, то есть мы видим преимущество по трабектидину для леомиозаркома также. Теперь как же нам сравнить сценарии и того и другого препарата в терапии адипоцитных сарком? Я прекрасно знаю о ограничениях так называемых межисследовательских сравнений, сравнений разных исследований, но когда мы делаем эти сравнения, мы, естественно, должны понимать, что есть определенные ограничения. Это не одно исследование. Здесь оба препарата нацелены на общую выживаемость. Итак, исследование по эребулину достигло конечной точки, было показано преимущество по общей выживаемости трабектидин? Нет. Говоря о выживаемости без прогрессирования, не было показано разницы в исследовании по эребулину, в общей когорте липо и леомиозарком, то есть общая когорта. Если мы липоотделим, то преимущество было. В исследовании по трабектидину выживаемость без прогрессирования, вторичная конечная точка была достигнута. Поэтому, пожалуйста, помните о всех ограничениях этих исследований. И поэтому, если мы посмотрим на верхнюю часть этого слайда, выживаемость без прогрессирования, сравнение между исследованиями, то смотрите, в нижней части общая выживаемость. И когда я говорю о липосаркомах, то трабептидин лучше, говоря о пролонгировании выживаемости без прогрессирования. Когда я говорю о липосаркомах, отношение шансов однозначно в пользу эребулина, однако же верхний предел интервала пересекает единичку, говоря об общей выживаемости. Отношение шансов выше одного для липосарком, а для адипоцитных сарком верхний доверительный интервал не пересекает вертикальной линии, поэтому однозначно говорит о пользе эребулина, говоря о пролонгировании. В рамках общей выживаемости у пациентов на фоне эребулина с липосаркомами. Ну, вот мы сделали с вами сравнение двух исследований. Давайте теперь поговорим о токсичности этих препаратов. Насколько она одинакова, или все-таки есть какие-то различия, говоря о профиле безопасности? Итак, перед вами спектр токсичности эребулина. Что мы можем отметить? Нитропиния, степень 3 или выше, была выявлена практически у третьих пациентов. И в меньшей степени мы наблюдали нейропатию. То есть мы видим на эребулине вот такие вещи. Теперь давайте посмотрим на атробектидин. Степень тяжести 3-4 нежелательных явлений. Та же степень, примерно тот же процент нейтропинии, то есть примерно 35 процентов суммарно, степень 3, степень 4, сложите 21 плюс 16, и дальше повышение трансаминаз. То есть это означает печёночная токсичность. Итак, это доминирующая токсичность, печёночная токсичность, которая, как правило, наблюдается при использовании тробексидина. Механизм введения, как вы знаете, механизм действия другой. Эребулин вводится на первый восьмой день в 21-м цикле. А тробексидин через центральный венозный катетер, и это инфузия на протяжении 24 часов каждые 3 недели. То есть вот в этом и есть различия по способу введения и различия по спектру токсичности, которую я только что описал по этим двум препаратам. Мой личный опыт до настоящего времени, ну, поскольку препарат доступен в Австрии, примерно уже как полтора года, поскольку препарат был доступен, он был зарегистрирован и уже, так сказать, находился в стойке, поэтому, в принципе, достаточно легко было получить доступ к препарату в Австрии. То есть сейчас я пролечил примерно 30 пациентов с саркомами мягких тканей, не только с адипоцитными на фоне эребулина, и 13 пациентов с адипоцитными саркомами были проанализированы в этом анализе, и вы видите, большинство это были либо хорошо дифференцированные, либо дедифференцированные, некоторые миксоидные варианты 3 пациента. И я думаю, что вы знаете по дедифференцированным, как правило, это липосаркомы в абдоминальной локализации. Миксоидные, как правило, выявляются в конечностях. И теперь эффективность. Итак, суммарно было проведено 66 циклов до 9 циклов, то есть очевидно были пациенты, которые получили до 9 циклов и получили большое преимущество от этой терапии с медианой примерно 5 циклов на пациента. У двух пациентов я это назначил в варианте адюванта, потому что при дедифференцированных, вы знаете, локальные рецидивы в абдоминальной зоне достаточно часто являются большой проблемой, если локальный рецидив, локальный рецидив, локальный рецидив, и затем уже после второго и третьего локального рецидива я тогда использовал ирибулин, и поэтому это был, собственно, псевдоадювантный вариант. И дальше, как я оценивал эффективность, у меня, естественно, замерял время до следующего рецидива и сравнивал это с временем до достижения предыдущего рецидива. То есть я использовал, так сказать, самого пациента для контроля его же самого. И оба пациента, пролеченные в абдоминальной сценарии, до сих пор не имеют рецидива. Медиан общей выживаемости при расчете от момента первоначального диагноза адипоситной саркомы составлял примерно 33 месяца, а для метастатического варианта составлял примерно 1 год, то есть 13 месяцев с достаточно низкой токсичностью. Но теперь для того, чтобы уже закончить эту историю, как вы понимаете, есть еще новый препарат, доступный, в первой линии, в первой линии, на фоне комбинации с доксорубицином. Это регистрационное исследование. Доксорубицин плюс-минус антитела, так называемое PDGF-альфа-антитела, то есть антитела к рецептуру фактора роста выделяемого из тромбоцитов. И вы видите данные по выживаемости без прогрессирования. Ну, хотя, в принципе, ничего выдающегося здесь нет. Что было выдающееся? Это действительно пролонгирование общей выживаемости. И если мы говорим об исследовании фазы 2 и фазы 3, то вы видите, набор уже завершен, и данные по исследованию фазы 3 ожидаются примерно через 1,5-2 года. И вот вы видите, по общей выживаемости мы имеем примерно те же преимущества, что и в фазе 2. Ожидается, что так. Итак, перед вами, собственно, мои краткие выводы. Итак, ребулин – это вариант активной терапевтической опции у пациентов с метастатическим или распространенным вариантом адипоситной саркомы по всем типам саркомы. И по сравнению с доксорбозином и ребулин однозначно пролонгирует общую выживаемость. И это было подтверждено статистически значимым образом в фазе 3 исследования. Большое спасибо за ваше внимание. У него наушника нет. У меня такой небольшой вопрос. В начале доклада вы сказали, что леомиосаркомы нечувствительны к ифосфамиду. Вы имели в виду только матку или изобрешенное пространство в том числе? Я вас понял. Это очень хорошее замечание. Прекрасный вопрос, прекрасный вопрос. Итак, маточные, ну, как минимум, из моего опыта, они ведут себя совершенно по-другому по сравнению с теми, которые на конечностях. И, как правило, проблема с маточными леомиосаркомами заключается в том, что, как правило, они выявляются уже на очень поздних стадиях, очень поздних, точнее уже крупные опухоли, перитениальные саркоматозы. И при этой составляющей, как правило, нам нужен ответ, который в отличие от других, допустим, левыми саркомами конечностей, да, где у нас наблюдается стабилизация или устойчивое состояние забелевания, здесь нам нужен ответ. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я скажу так. Я думаю, что маточные являются более чувствительными к ифосфамиду, хотя все равно ифосфамид, это не мой первый выбор. Нет, я не его выбираю, даже при маточных леомиосаркомах в метастатическом сценарии. Мой первый выбор, это либо комбинация тробексидина и доксорубицина, потому что по маточным леомиосаркомам это в первой линии можно дать. И это, собственно, связано с самым большим ожидаемым ответом. Либо, если есть доступ к первой линии, то тогда докса плюс олатумаб. Какие вопросы есть еще в зале? Как распространяется детских пациентов с саркомами у детей? Есть ли у вас опыт лечения сарком детей? Мягкий. Ну, как правило, законодательство Австрии устроено так. Я начинаю лечить пациентов, когда им примерно 16-17 лет. То есть я лично не работаю с числой педиатрической популяцией, я не имею к ней доступа, но я имею опыт, скажем так, с подростками и молодыми взрослыми. В принципе, я лечу их так же. Я лечу их так же, как и взрослых. Но наиболее частая гистология у молодых, взрослых и подростков, это, как правило, синвиальные саркомы. Поэтому вам нужна высокая, хорошая такая доза фосфамиида. Затем саркомы Юинга, конечно же, которые абсолютно лечатся по-другому. Вы помните, видопротокол ВАВАК, например, да? И остеосаркомы, которые также имеют совершенно другие показания. По мягким тканям, скажем так, наиболее доминирующая гистология, это, как я уже сказал, синвиальные саркомы и альвеолярные мягкотканные саркомы. Когда мы говорим о мягких тканях, не о костях, а о мягких тканях, я повторяю, да? По мягкотканным это синвиальные, либо альвеолярные мягкотканные саркомы. По крайней мере, это то, что я наблюдаю как наиболее частую гистологию. Может быть, здесь у вас по-другому, Александр? Расскажите, пожалуйста, или также, может быть, вы прокомментируете? Я хочу сказать о дозировках препаратов. Дозы препаратов не сохраняются как на взрослой или меняются в зависимости от возраста. Ну что ж, опять мягкие ткани или кости, или то и другое? Мягкие ткани. Ну, скажем так, чем меньше возраст, тем они переносят высокие дозы фосфамида. Допустим, из фосфамид у 19- или 20-летнего пациента, да? Я применяю 12 грамм на квадратный метр на цикл. Вот так, 12. Для взрослых 35 и выше лет, там будет проблема с 12 граммами на квадратный метр. Там я, как правило, не захожу выше 9 грамм на квадратный метр на цикл. А пациенты старше 60, они переносят 9 грамм ужасно, просто ужасно на квадратный метр. Поэтому в этом сценарии я дам 7-7,5 грамм на квадратный метр. Вот так. Это мой подход. У нас мы используем с такой же схемой по снижению дозы. Большое спасибо, Томас. Вопрос, пожалуйста. Микрофон. Спасибо большое за доклад. Оптимально использовать, если мы говорим о препарате рибулина. В какой линии его использовать? В какой линии его использовать? Хороший вопрос вы задали, хороший вопрос. Итак, регистрационное исследование, одно из требований регистрационного исследования было предлеченность доксорубицином плюс один дополнительный режим. Это означает, что практически все пациенты у вас должны быть предлечены доксорубицином, практически все, практически все. И затем вопрос тогда возникает, да? Что мне бать, тробексидин или выбирать рибулин? Я думаю, собственно, в этом причина вашего вопроса. Я вас правильно понял, да? Что бы я делал, расскажу. При дедифференцированных и плеоморфных вариантах я лично сейчас, поскольку мы увидели анализ по подгруппам, да, предпочитаю сначала и рибулин, а в случае прогрессирования дают тробексидин. И с точностью, да наоборот, при миксоидном типе. Потому что при миксоидном я знаю, что они, во-первых, очень чувствительны к лучевой терапии, во-вторых, они чувствительны к тробексидину очень хорошо, поэтому там сначала я возьму тробексидин, а в случае прогрессирования я сразу дам рибулин. Затем вы видели профиль токсичности. Конечно же, это тоже имеет значение. Примерно одна и та же степень гематологической токсичности. Там разницы особо нет. Однако же печеночная токсичность имеет большое значение при тробексидине. И, так сказать, кумулятивная нейротоксичность имеет значение при рибулине. И поэтому у вас есть и разные способы введения еще, кроме этого, да. То есть все зависит, пациент хочет приходить на первый восьмой день на 15 минут для коротенькой инфузии, или же пациент хочет приходить всего лишь раз в три недели. Но при этом цена будет центральный венозный катетер, который будет торчать там постоянно. То есть опять же, опять же, то есть понимаете, здесь нужно обеспечивать помпу, отсоединять, подсоединять и так далее. То есть я лично принимаю во внимание вот все эти аспекты, когда я принимаю решение относительно того, что использовать первым в этом сценарии. А затем, как бы вы это ни интерпретировали, это сравнение между исследованиями. Опять же, если вы хотите выигрыш по общей выживаемости, тогда, конечно же, и рибулин будет лучше. Однако же, если вы выбираете выживаемость без прогрессирования как вашу основную цель, то, в общем, будет примерно одинаковое то и другое. То есть когда мне нужно пролонгирование выживаемости, или, может быть, мне нужно пролонгирование до прогрессирования. Если пациент симптоматичен, опять же, ответ, так сказать, если пациент бессимптомен, и мне нужен ответ, что я хочу пролонгировать стабилизацию заболевания, это другая история. То есть, опять же, вот я вам описал мой личный алгоритм, как я буду опираться на то и другое, выбирая, выбирая линию. Уложню задачу. Давайте. Перебулин, пробег тюдин. Итак, джемтакс. Я использовал 5-6 лет назад, но все, отказался, забыл. Потому что гемцитабин, доцитоксел, это комбинация, как было опубликовано, ассоциировано, да, с хорошим ответом на маточные или миосаркомы, но у нас сейчас есть лучшая комбинация. Это докцитробектидин. Все, я отказался, отказался, потому что для меня это слишком токсично. Доцитоксел. Я больше не использую в комбинации в джемтакселе. Нет, вообще не использую. Я использую джемзе, либо как моновариант, либо в комбинации с декорбозином. Хорошо? И токсаны я использую как монопоклитаксел в ангиосаркомах. А когда я получу подсапониб, я его добавлю в поклитакселу, потому что, вау, они прямо уменьшаются на глазах, да, особенно вторичные ангиосаркомы. Понимаете, это очень болезненные опухоли. Здесь нужен ответ, быстрый ответ, потому что очень часто это уже ранее облученный РМЖ, скорее всего, 10 лет назад. И вот через 10 лет у нас выскакивает вторичная ангиосаркома, текущие узлы, очень болезненные. Нам нужен ответ, нам нужен ответ. И поэтому я даже от докса вообще не думаю об ИФО. Нет, 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 я беру поклитаксел, и я когда его с подсапонибом смогу смешать, это хорошие есть данные уже. Вау, там они уменьшаются на глазах. Хорошо. Первая линия химиотерапии, трабектидин, ирибулин, прогрессирование. Что дальше? Трабектидин. Итак, оба препарата применяются. Хорошо, да. Итак, у вас есть дакарбазин, как опция? У вас есть гемцитабин, правильно? У вас есть и фосфамид, в случае, если это и фосфамид, чувствительная гистология. В случае ранее привлеченных антротокцинами, вы можете попробовать способ липосомальных антрациклинов, как вариант, формулу. То есть у вас есть, у вас есть кое-что, кое-что есть. И подсапониб, может, и к вам придет, да. Не в адзипоцитных, конечно же, но, в принципе, 4-5 выборов у вас есть. 4, да. 5, это я перебрал. Ваше отношение к иммунотерапии при лечении сарком мягкоотканных? Понял, понял. Я лично пролечил 20 пациентов с пембролизумабом, с липосаркомами, пембролизумабом. Потому что у меня была возможность иметь к программе расширенного доступа в Вене. Но это была смешанная гистология. То есть там была остеосаркома, хондросаркома, липосаркома, синавиальная саркома и недифференцированная плеоморфная. Да, вот так. Что я видел? Я видел ответ в остео, в липо видел ответ, и в недифференцированной плеоморфной. И я видел отсроченные ответы также. Они очень хорошо описаны, между прочим, особенно если вот тут саркома такая, да, если она видимая, большая, висит, да. Изначально кажется, что она растет красная, 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 а потом вух, и сдулась. Я это видел. И мы сейчас оцениваем это активно, и мы даже подали бумагу на ЭСМА, наш постер. Но сейчас у меня опыт 20 пациентов, да, с ингибиторами контрольных точек, чекпоунт ингибиторами так называемыми. Я думаю, что они работают в определенных сценариях. Но что я пока не могу сказать относительно предыдущей публикации, это не связано с экспрессией PD-L1. Нет, мы это оценивали, мы это оценивали, абсолютно, вне зависимости от уровня экспрессии PD-L1. Мы оценивали по лимфоцитам, да нет, нет, абсолютно. Я лично вообще не видел этого суррогатного маркера. Мне кажется, это был какой-то срез, понимаете. И если это нам ничего не говорит о текущем статусе, скажем так, иммунокогнитивной функции тела, да, я бы сказал, вот, я бы так сформулировал. Спасибо, Томас.